Пошел ты! Блин! Пошел ты! Сам пошел! Привет! Вот, что сегодня вы увидите в этом выпуске. Так, для того, чтобы тут все получилось, нужно приделать брусок сюда и сюда. И на него можно будет крепить пленку. Боже, как же хорошо, когда есть целая куча инструментов. Чертова мать ее, просто гора. Брусочки я доделал. Вот один. Вот второй. Теперь надо заклеить вон ту маленькую дырочку в пленочке. И можно пеленать все это. Настало время горизонтальных видео! Ну, просто потому, что это лестница и тут удобнее реально так снимать. Погнали! Начал я утеплять крышу над лестницей. Утеплил примерно метр вверх. Приходит мой сенсей и говорит, «Ты сделал неправильно!» И я такой «Блин!» А он такой «Нам вот это пространство там лишнее вообще не надо. Надо его убрать, утеплить». И я такой «Блин!» Ну и, короче, я все снял и начал заново делать. Так как он объяснил. И получилось намного лучше. Да. «Нам вот это пространство» «Нам вот это пространство» «Я сделал это!» «Наконец-то, наконец-то я это закончил!» «Господи, у меня все лицо в воде!» Здесь конденсат немного скапливает. Иногда приходится вынимать и протирать. Всё, я сделал это. Вот оно, да, я всё заплёнил. Это офигенно. Блин, это было реально сложно. Особенно с первой попытки, когда я ещё ошибся и пришлось всё переделывать. Да уж. Сейчас я буду делать каркас под люк. Вот в это пространство. Первое, что мне нужно здесь сделать, это отпилить вот эту вот балку. Да, потому что стандартная чердачная лестница продаётся в размерах 70 или 60 по ширине и 120 по длине. Вот здесь у меня по ширине 58, а здесь, по-моему, 54. Да, и этого явно не хватит. Поэтому мне нужно будет сделать здесь скелет новый, да, в который можно будет встроить вот таким образом чердачную лестницу. Ай да я, ай да молодец, ещё и стеночку утеплил. Я её выпилил ровно под 123. Сейчас поперечные сделаю. Это мой сенсей, и большую часть того, что я умею делать руками, я научился именно у него. Блин, значит, надо ещё отпилить. Да, 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 да. Ахаха, я забыл. Да, лобзиком-то удобнее будет. Ладно, возьму лобзик. Блин, и чё я сразу лобзик не взял? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Если этот ролик смотрит ваши дети, вы можете научить их считать вместе со мной. Учимся считать настройки вместе с Яном. Да, это было слишком наигранно. Почему в этом моменте у меня есть усишки, а в предыдущем не было? Всё просто. Я провалялся предыдущие сутки дома. Потому что вот эта вот лестница уронила меня вместе с собой позавчера. Да, это было очень больно. Я упал вот оттуда, вот сюда. И мне ещё повезло, что я на ней вниз вон туда, как на санках не съехал. А то бы это было совсем не весело. Ну всё, каркасец под люк готов. Теперь его осталось только утеплить. Но я вам этого показывать не буду. Вы так видели, как я утепляю весь потолок. Поэтому перейдём сразу к результату. Ну вот и готово. С потолком покончено. Осталось только люк купить. Я это сделал. Я это сделал. Я тут заметил, что не все ролики, которые я закидываю в инстаграм, проходят там проверку. Всё-таки я вставляю очень хорошую музыку, такую бодренькую, вы заметили, наверное. И она не проходит. И ролики блокируют. Но в ютубах не блокируют. Он просто говорит мне, вот у вас музыка, вы не получите монетизацию. Ну и ладно, зато музыка клёвая. Поэтому, пожалуйста, заходите на ютуб. Я всё-таки с ютуба рано или поздно начну деньги получать, когда у меня тысяча подписчиков наберётся. А вот в инстаграме с этим... Немного послажен. В следующий раз я займусь утеплением полов. Да, это будет круто. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова